Как давно вы заметили, что у вас есть ли все это архивизировано? Мы заметили два месяца назад. Лесной. Даже дальше. Я знаю. С наркотиками? Да. С наркотиками. Я лично уже знаю больше двух лет. Да, точно. Вот пойдете в тот лес, там под каждым деревом разрыто. В лесу были, но не было здесь. Уже даже под подъездами в грядках прячут. Да вот, скажите, в магазин, идти в магазин, слева заросли. Смотрю с окна, парень с рюкзаком неполным, туда зашел, не видно ничего. Я оделась, вышла, думаю, сейчас эту закладку украду и пусть вот, хоть знает, что тут кто-то следит. Начала искать, не могу найти. И вот он, он передо мной, этот парень. У всех, что я туда ушла, и он передо мной в этих зарослях. Раскопал какие-то две бутылки, вот такие, как из-под чая, чай вот какой-то там налитый. Потом еще в другом месте, опять в две бутылки и убежал. То есть вы видите, когда они уже забирают? Конечно. Значит, идут три наркомана, девочка и парни. Идут такой походкой, бегом-бегом. Ну, не, будет нам быстро. Вот здесь 5-й дом, там куст гортензии такой большой. Они нагнулись и взяли эти пакеты. И тут вот так говорят, что на язык покушала, она и говорит, нет, это не подделка. И все, и они пошли. Наркоманы с каждым ходят в 9 утра, они уже ходят. Ну что, перепутали, закладчица ее, и вытряхнули сумку. Девушка, естественно, и перепугалась до смерти. Вот, ну, все, ничего не взяли, но просто искали. Видимо, перепутали. То есть на нее напали наркоманы? Да, да. Они именно, они требовали с нее закладки. Три человека напали. Да, да, они требовали именно закладки. Забрали в него, говорит, зачет, и стали на это... Родители написали исполнение в полицию, да? Да нет, она написала заявление, но бесполезно. Ну, то есть такого, чтобы здесь ходила полиция, дежурка. Да нет, о чем вы говорите? Да нет, какая полиция. На наркоманы ходят, да. Возвращаюсь с покупками. Ставлю вещи на навочку. Дом находится у леса. Подходит 4 взрослых больших мужика. Там не видно, что ни наркоманы, ни чахают. Подвиньтесь, пожалуйста, культурные. И начинают выкапывать эту лавочку. Я стою, и они не боятся меня. Один кричит, что я не нашел, второй с матом-перематом, где вы это закопали, нам тут не хватит, мы вот тут уже роемся. И это все при проходящих мимо людях, никаких стеснений. До позднего вечера. Вечером я уже мужу звоню, говорю, мне нужно детей на кружок везти, я боюсь выходить из дома. Потому что из окна вижу, а там эта компания ходит под подъездом, с фонариками, стемнело. Они подкапывают эти вот домики, вернее, эти деревья перед машиной, люди паркуются, рядом ходят. Вообще ноль эмоций. Женщина и мужчина. Начали, пока нет, не женщина, она еще там, трехэтажная. Я уже не улазала, говорит, в этом доме в палисаднике копать. Что вы меня выгоняете? Я имею право. Пошла, руки в лужу помыла, и спокойно достойно помадку пошла. Как будто вот мы, правда, зашли к ним куда-то домой, и какие-то претензии выспались. Нахвость, полная нахвость. У нас на выходных с этой стороны 8 человек пришли, копали. Один человек копает руками, понимаете, земля там, вот. 8 человек стоят, его ждут. Мы с ним по-хорошему. Вы, что ж вы тут, цветы тут у нас там много посажено, там красиво. Они все изуродовали. С той стороны дома, в 71-м, то же самое. Я сколько раз там у нас сад есть, сколько раз шприцы собирала, по 4-5 штук, ну, на мусорку относила. В нашем подъезде, например, у нас три подъезда, в каждом подъезде жители находят шприцы. Как они туда попадают, я вообще не знаю. Мы вроде никого не пускаем, но это в основном в ночное время. И вот ППС обязаны просто ходить, не пугать их на машине, а как-то там, ну, в этом, в костюме, там, чтобы не видно, что ты полицейский и так далее. Слух еще идет, я не знаю, я не подтверждаю. Вот сказали, в каком-то доме здесь распространяют. Что, кто, ну, этим надо заниматься людям в погонах. Мы что, мы можем, нам по башке дадут и все. Вот они, что здесь заложили, все здесь выкопали. Копают до той поры, пока вот они найдут. Вот тот вкус, они его весь уже ископали, начиная с зимы. Анна Андреевна, а вот у вас в цветах копали где? Я уже там закопала. Да, ну, мы, конечно, за порядок. Потом еще вот здесь вот копали, пойдемте. Ну, тоже закопали. У подъезда, прямо около подъезда, вот с той стороны сейчас зайдем, прямо около подъезда. У нас там вот такой пуст рос, его нету сейчас, они выкопали. Я стою и говорю, ну, все уже, вы все выкопали, все, нету. Вот копали тут, ну, потом все за это, утрамбовали, все. Вот мы из оконки кричим им, отойдите отсюда по-хорошему, они бесполеют вообще. Один остался, а второй пуст вот здесь был. Вот говорим, зачем копали, ничего нету. Он мне, знаете, что сказал? А мне, говорит, прислали, хотите покажу? И телефон достает и показывает, где ему там закладку сделали. А я ему говорю, а откуда у вас снимки? Он говорит, оттуда.